И мне эта Пасха запомнилась очень. Запомнилась она таким сочетанием и скорби, и радости. И было такое ощущение, что братья пострадали, ну, конечно, за Христа, понятно, но пострадали еще и, ну, как бы изо всех нас. Знаете, как сказал Тартулян еще во II веке, что кровь мучеников – это семя церкви. Я просто помню, эта Пасха на меня произвела очень сильное впечатление, она меня потрясла от глубины души, вот это событие, которое на Пасху произошло. Я тогда только воцерковлялся и был таким человеком колеблющимся еще, еще неустойчивым в вере. Но после этой Пасхи я стал уже православным верующим, раз и навсегда. Это на меня очень сильно повлияло. Там был, да. И все-таки не было вот этого, то есть, айтизм был светло в итоге, не было ужасов? Нет, было страшно, 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 было тяжело, трудно было. И, конечно, была и благодать Божия, безусловно, присутствовала, и все равно пасхальное состояние души было, но оно перемежалось с этим ужасом от того, что произошло. Но это все-таки человеческое, чувственное отношение к этому, это не духовное переживание, я говорю про ужас. А духовным было понимание, ну, я говорю индивидуально, про себя говорю только, за себя говорю, больше ни за кого. Было такое понимание, что то, что произошло, имело отношение ко мне лично. Потому что, видимо, мне нужно было поставить такие условия, чтобы я увидел, как люди страдают за Христа. И чтобы меня обратить к Богу уже окончательно, чтобы меня привести ко Христу. И Господь меня поставил. Я, ну, все, на моих глазах практически все это было, да. И я, по первой специальности, врач, и меня попросили оказать помощь. И у меня еще был знакомый врач, и мы все это видели в наших глазах. Мы везли отца Василия в больницу, в реанимацию. Все это на руках, на глазах было практически, да. Он скончался по пути? Нет, в реанимации скончался, да. Он был без сознания? Сознание, полное сознание, молился. Ну, как мне казалось, молился, как мне чувствовалось. Я говорю только от себя все. Я могу ошибаться в чем-то, мне это так виделось. А вы с ним были знакомы до этого? Практически нет, видел только. Я как паломник приезжал туда. Вот это вот. То есть вы вообще были присутствовать практически, да, при вот... Ну, отходи души, вот, такого святого человека. Я, знаете, я помню, вот такой был момент, когда мы везли его на скорую помощь в реанимацию. Я как-то по-человечески хотел его утешить. Ну, потерпи, ну, вот сейчас мы привезем, уже все, сейчас уже осталось немножко, мы сейчас почти приехали. И вдруг я почувствовал, как-то увидел, что ли, что он уже не здесь. Не в том смысле, что он умер или умирает, а в том смысле, что он духом, душой не здесь, что он умер с Богом. Он молился. И все мои слова показались такими ненужными, пустыми. И не надо было ничего говорить, просто нужно помолиться, рядом побыть и все. И когда мы привезли его, погрузили на носилки и понесли в реанимацию. Я помню, как его выкладывали еще в реанимационный на столик, на операционный стол. Он еще помогал снимать сапоги, еще поднимал ноги. И как-то было, знаете, было облегчение, что все, сейчас его спасут уже, все позади, он уже на 300-ом столе уже. Прошло минут 20, выходит врач, сказал, все, давление по нулям, массивная кровопотеря, ничего сделать нельзя, он скончался. Ну, это такие моменты, из-за того, что я помню, частные. Но хочется обобщить все-таки, обобщить, что кровь мучеников семенцы, опять же. Что все-таки Господь все победил, несмотря на этот человеческий ужас, на все переживания, на все, что произошло тогда, победа была за Богом. В мир удивились святые мученики. К вере пришли, ну, не только я, многие, многие люди пришли к вере через их страдания. Поэтому Господь все победил. Вот Пасха, да, Господь воскрес, но Он воскрес с ранами, на руках, на ногах, пропаденными, пропаденным боком. То есть тело воскресшее Его было все-таки пострадавшим. Вот это страдание Божие, вот это язвы на теле Его, наверное, будут до тех пор, пока будут грешники на земле. Так говорил митрополит Антоний Цуружский.